Всем привет! С вами снова славный дружи Абломов. И сегодня мы готовим обалденный кусок мяса. Этот кусок мяса выглядит вот таким вот образом. Это шмак свинины, которую мы запечем в духовке, обмотав беконом. Вы увидите, как обмотав, я вам покажу. Нам понадобится много разных ингредиентов. Нам понадобится соевый соус, нам понадобится чеснок, черный перец, петрушка и прочее. Но для начала подготовим наш кусок мяса. Как вы понимаете, он достаточно велик и внутри он будет не очень ароматен. Поэтому мы сделаем следующим образом. Мы его проткнем вот так и с этой стороны тоже. Получается вот такая вот штука. Вот. И возьмем и начиним эту фигню чесноком, специями и петрушкой. Вот. Почистим несколько зубчиков чеснока. Великолепно! Вот мы очистили несколько зубчиков чеснока. Если некоторые зубчики очень большие, можно их расфигачить напополам. Теперь берем петрушку. Петрушку мы нарезаем, не отрезая себе пальцы. В небольшом количестве не отрезая себе пальцы. Ну ладно, вот столько, пожалуй, хватит. Можно ее чуть-чуть еще измельчить. Вот. И теперь начинаем делать следующее. Берем и запихиваем туда чеснока и петрушки. Я понимаю, что это смотрится не очень аппетитно, но... Но и я не кулинар. Ну, берем вот так туда. Вот так. Еще. Вообще, по плану, это должен был быть базилик. Но, понимаете, я не нашел в карусели базилик. Карусель это такой гипермаркет в Питере. Я же не знаю, где вы живете. Может вы живете, вообще фиг знает где. В наше время люди... Где в наше время люди только не живут. Вот. И, значит, распределяем это все туда, по глубже, чтобы было достаточно равномерно. Вот. Ну и засрав все вокруг этой петрушкой, откладываем кусок мяса в сторону. Отлично. Значит, а теперь делаем следующее. Берем наши куски бекона. Бекона. Вот. Если полоски очень толстые, широкие, как тут, можно их расслоить пополам. И выкладываем вот таким вот образом. Хотя нет, сначала нужно постелить кусок фольги. Я придумал. Вот, сейчас постелим кусок фольги. Желательно брать бекон как можно жирнее и как можно длиннее. Короче, если вам реально нечего делать, то можете сделать даже вот такую штуку. А можете просто нафигачить бекона и обмотать в него ваш кусок свинины. Свинина в свинине, это шибись. Вот. Но, как видите, мне нечего делать. Поэтому я извращаюсь, как могу. Теперь берем, значит, наш кусок мяса, начиненный всяким. Вот. И применяем на наш кусок мяса те специи, которые вам нравится потреблять. Как правило, чем качественнее мясо, тем меньше вообще нужно всего применять на него. Поэтому я надеюсь, что у нас тут все нормально с мясом. Вот. Поэтому мы всего лишь применим чуть-чуть перчика и немножко соли. Вот. Оверчим. Посолим. Ну, можете, конечно, использовать специальную приправу для мяса. Но мы этим не занимаемся. Теперь мы делаем следующее. Мы кладем наш кусок мяса сюда. Сюда. Вот он чуть-чуть. Чуть-чуть крупного перчика, фиганен. Нормально. Вот. Убираем все лишнее. Вот. И делаем следующее. Фигакс. И фигакс. Вот. Значит, переворачиваем, надминаем, чтобы бекон там снизу. Переворачиваем. Получается вот такая штука, которую мы запихиваем в духовку на... Ну, не знаю, минут на 30 при 200 градусах. Оставайтесь с нами. Вообще, подобный кусок мяса нужно жарить примерно час, 10 или около того при температуре 200 градусов. Но я имею в виду, что через полчаса мы откроем и посмотрим, что с ним произошло. Потому что в любом случае, за полчаса до готовности, его нужно будет полностью открыть, поглазировать, подрумянить и всякое такое. Короче, вы все увидите. Делаем следующее. Вот так аккуратненько положим. Ну, ты мой маленький. Он уже красивый. Я назову его Сережа. Закрываем его. Она суперэлектронная. Я не знаю, надо плей нажать. Не знаю, она у меня просто, поэтому... Там она разговаривает иногда. Отлично. Пока наша свининка готовится, мы сделаем следующее. Мы возьмем несколько небольших картофелин. Крайне небольшого размера. И превратим их вот в такие вот дольки картофеля по-деревенски. Это делается следующим образом. Мы разрежем картофелины. И потом расслоим их еще несколько раз. Ну, и посмотрим, что из этого получится. Вот. Они должны быть все примерно одинаковой длины, примерно одинаковой толщины, примерно одинакового цвета. Желательно брать не самые дешевые картофели, чтобы в нем не было этих жуков, пауков, там... Не знаю, паукана, какого не было внутри. Потом мы сделаем следующее. Мы возьмем все эти дольки и добавим их в какую-нибудь ласку. Типа такой. Вот. Также мы туда добавим масло. Ну, не так, чтобы очень много, но достаточно. Вот. Возьмем чеснокодавку вот такую моду. Фига себе такая. Чеснокодавка-терминатор. Вот. И туда, значит, запихаем. Сейчас посмотрим. Короче, применим... Чеснока на наш картофель. Ну, и, естественно, ваши любимые специи. В нашем случае это перец, соль и, если право, специальное для картофеля. Я не знаю, что это входит. Наверное, туда тоже входит перец и соль. Вот. Чесночный перец. О, чесночный перец. Это хорошо. Ну, его туда вот так. Вот. Еще, значит, соль. Вот туда вот так. Вот так. Вот так. Хорошо. Вот так. Но не запихивайте его вместе с мясом в духовку раньше времени, потому что картофель готовится очень быстро. Не знаю, 20 минут или полчаса. Вот. А мясо готовится гораздо дольше, поэтому мы его пока оставим мариноваться. Великолепно. Прошло полчаса. Ну, мы делаем следующее. Ну, мы оставляем эту картошку в сторону пока что. Она пока, не знаю, маринуется. Можно ли применять картошки слово маринуется. Вот. И сделаем следующее. Ну, и вот так вот кетчупа, короче, нафигачиваем чутка. Вот. Нафигачиваем туда еще соевого соуса Heinz. Вот. И возьмем кисточку. У меня не было кулинарной кисточки в этом доме. Поэтому я применю кисточку для бровей или типа как. Ну, я не знаю. Ну, кто-то, возможно, будет против, что она применялась. Не по назначению. Вот. Ладно. Прошло полчаса и посмотрим, что случилось с нашим куском мяса. Возьмем. Вытащим его. И настало время его открыть. Ой, я оторвал бы тут бекона. Плохо. Можете посмотреть, как оно выглядит уже. Но оно совсем-совсем еще не готово. Так что мы всего лишь откроем фольгу. И сделаем следующее. Вы можете использовать какой-нибудь соус типа с дымком. Знаете, всякое такое. Есть всякие соусы с дымком. Если вам лень делать такую косичку-коцинку, вы можете, ну, вы поняли. Просто обмотать. Просто обмотать и все. Вот. Значит, мы увлажнили. И теперь ставим еще минут на 20 или на полчаса. Зависит от вашей духовки. И как только оно начинает подсыпать, надо сразу же опять ее смазать. Значит, в это время, когда там глазируется и румянится наше мясо, выкладываем наш потенциальный картофель по-деревенски на противень. На противенье или противне. Вот. Он должен лежать таким вот образом. Главное это аккуратность. Как вы видите, я использую пергаментную бумагу, потому что без нее, ну, даже не пытайтесь. Сто пудово все прилипнет, пригорит и нафиг. Либо используйте хотя бы какую-нибудь фольгу, либо что-то такое. Вот. Потому что он достаточно быстро подсыхает и пригорает. Отлично. Настал час, когда мы сможем запитнуть туда нашу приготовленную предварительно картошечку, которая выглядит вот так. Вот. И заодно посмотреть, что там произошло с нашим мясом. Вот. Мясо, как вы видите, начинает постепенно подсыхать. Подождем еще 5 минут и смажем его еще раз. Это отличное решение. Отлично. Прошло еще какое-то время. И давайте посмотрим, что там происходит с нашим мясом и с нашим картофелем. Ох, гречо. Картофель постепенно запекается, но он еще не готов. Вот мясо. Мясо. Настал момент смазать еще раз. Как только мясо начинает подсыхать, видите, оно уже не блестит, то его сразу же надо еще раз смазать. И вот в чем косяк, видите, все, что торчит в сторону, вот такие же тучки, они, конечно, пригорают. Поэтому надо, чтобы все было все время улыжнено. Так, ну ладно, Выпихаем это уже до готовности тогда. Вот. А картофель, как вы видите, шипит и выпекается. И это прекрасно. А, и вот прошел, значит, час десять. Час десять прошло. Прошел время. Оно прошло. И вот такая вот штука у нас получается. Давайте проверим, что у него внутри. Вот. Получается примерно вот такая вот штука. И сейчас подоспеет наш картофель. С вами был Славный Дружа-Обломов. Напоминаю еще раз, что надо делать. Нужно готовить мясо час десять, а картошку минут тридцать-сорок. Получается вот такая штука. Картошку вообще нужно переворачивать, конечно, чтобы она пропеклась с обоих сторон, но мне было лень поворачивать ее столько раз. Так что вот вы можете наблюдать, что у нас получилось. Мясо обалденно вкусное. На картошечку я сейчас попробую. Картошечка тоже обалденно вкусная. Ну так что, повторяюсь, кушайте много, кушайте вкусно, добавляйтесь к друзьям, подписывайтесь на канал на YouTube, в друзьях, на сверхконтакте. Да. Поставим лайк, спас детеныша-дельфина. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok